здравствуйте 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 как меня слышно замечательно слышно видно без фона меня как чудесно вы тоже без фона ну разве что обои или что там у вас это антураж мой дорогой друг по традиции обычно в двух словах представляешься ты представляешь я для твоей аудитории и потом мы общаемся по теме и потом уже отвечаем на вопросы как обычно просят бачка больше уделите время для ответа на вопрос поэтому постараемся но сильно тоже не затянуть тебе слово дорогой зовут меня сергей комаров я публицист катехизатор и немножко миссионер свою так сказать миссионерскую деятельность я начал еще в киеве еще лет 10 назад при храме в котором был настоятелем отец андрей ткачев вот собственно я его наверно воспитанник что ли именно он зажег меня к проповеди евангелия благодаря ему я стал писать говорить на радио в храме на телевидении у нас была такая практика интересная проповедь мирян в храме вот я семь лет проповедовал на апостола сам вона по благословению архиерея и настоятеля вот а потом уже переехал в москву в москве вышли три книжки мои две из них совместные с отцом андреем ткачевым вот сейчас преподаю на катехизаторских курсах в сретенском монастыре на радио радонеж веду эфиры пишу статьи на разные православные ресурсы там православия точка ру радонеж и другие ну замечательно хорошо пару слов о себе лет воюди ты меня зовут священник константин мальцев я клирик ейской и тимошевской епархии так краснодарский край священник блогер состою вот в совете при отделе сми и в нашем синодальном отделе который возглавить олигоида всем вам известны вот стараюсь делиться большей степени добром которую так мире мало нашла в деле но если в двух словах все остальные можете в ссылочке все посмотреть когда зайдете на личный профиль нас тобой сегодня мой дорогой сергий такая тема непростая может быть как-то косвенно касается сегодняшней мировой ситуации с коронавирусом но в большей степени мы и к священном писании можем обратиться что священном писании тоже господь на пост попускает скорби но для чего давай мы наверное зайдем с такой ситуации наверное начало всех этих скорбей я думаю ты со мной согласись от греха падения греха падения адам и евы и первое что господь сказал адаму что ты будешь в трудах до своих праведных добывай хлеба и аеве что ты будешь в муках рожать то есть это первые уже такие озвученные господом какие-то вот именно болезненные немощи то есть понятное следствие самое главное что человек получает после греха падения это смертность помимо болезней как таковых но опять-таки мы задаем вопрос и зачастую нам наверное с тобой задают такой вопрос неужели господь не любит нас жесток несправедлив зачастую если он есть источник любви почему он попускает скорби ну то вопрос допустим к тебе как бы ты ответил а я может быть дополню мне вспоминается такое сравнение очень хорошее не помню у кого батюшки я читал статье скорби страдания можно уподобить запаху газа в квартире то есть смотрите вообще наверное все знают что вот этот природный газ который мы пользуемся он запаха не имеет и если например эти химики которые готовят этот газ вот для нашего употребления не сделали этот газ дурно пахнущим мы бы не знали что бывает утечка газа допустим ты приходишь домой у тебя утечка газа и ты медленно умираешь не подозреваю что что-то не так так вот дурной запах газа можно уподобить страданием страдания человека скорби зло которые мы видим вокруг свидетельствует о том что что-то с нами не так что-то делаем не так и наказание божие они ведь в общем-то являются научениями вразумлениями вообще церковнославянское слово наказание оно так и переводится в разумление что дает повод повод алексею ильичу осипу утверждать что бог никогда не наказывает но он как раз это имеет ввиду что наказывает но не с точки зрения мести не с точки зрения чтобы нам сделать плохо отомстить там а чтобы научить наказать вот как и пишет апостол павел что бог наказывает кого любит и бьет всякого сына которого принимает то есть наказание божие это попытка привести в чувство человека научить его эта попытка сказать что у тебя в комнате газом воняет то есть сделать что-то сделать что-то со своей ситуации для твоего же блага замечательно я первый раз слышу загад честно говоря не к своему может быть студу я даже не знаю что в газ что-то добавляет чтобы потом пахло ну чтобы мы подняли интересно для общего развития вот смотри как бы мы понимаем что мы порою расплачиваясь со своими немощами за грех то есть чем дальше мы отдаляемся от источника любви от источника блага и здравия душевного тем больше болит надо наша душа и последствия тела то есть можно так по логике рассудить но мы помним когда господь проходит мимо по моему слепого и его спрашивают ученики а почему он слеп это грех его родителей это его грех и мы помним что он говорит что нет ни их него это на нем так вот господь проявил чтобы потом явить свою славу ну вот мы здесь видим что не за за какие-то грехи и наказания мы видим для чего-то а давай теперь нас твоего позволения подумаем по поводу коронавируса этого может ли это быть то же самое чтобы господь вот смотри не так давно как пример приведу не так давно ко мне одна женщина пришла и вот два действия до коронавируса и то что сейчас происходит она говорит бачка я не знаю что мне с сыном делать он от меня одолелся он подросток 16 лет понятно что он или 17 но не суть важно он уже в техникум учиться в общем одним словом что уже не школьник я с ним вообще не вижусь я ну у меня мужа нету я одна его тяну он меня уже не слушает что делать как с ним сблизиться я естественно посоветовал как бы из духовной стороны из них что-то психологической стороны как попытаться с ним найти контакт и вот происходит по большому сюда она стала молиться естественно и вот происходит этот момент всех отправляют на каникулы в кавычках так называемый и он сидит дома большей степени потому что его друзья они все разъехались и он дома и хочешь не хочешь начинает общаться то есть замкнутое определенное пространство да он может выйти на улице за ему не с кем по большому счету общаться но интернет и телефон максимум по большому счету и они начали сближаться то есть это это немощь которая сегодня к сожалению уносит тысячи жизни это безусловно то это глобальная проблема но и глобала глобальное врачевание насколько начинает вздыхать или передыхать природа насколько семьи начинает сближаться насколько люди наконец-таки когда как одна девочка мне сказали батюшка я когда дома осталась три дня я увидел какой мне прости за предупреждение слова цитирую сранч дома то есть какой-то веке она наконец-таки начала заниматься уборка то есть люди как будто у них спадает пелена что вообще происходит как мы живем кто первый пострадал китай атеистическая страна которая безбожная в высшей степени 2 европа которая погрязла в однополых отношениях на законном уровне то есть люди начинают отвезляться и ты начинаешь задумываться может быть это именно лекарства которые как мы знаем это иногда делают укол в ягодицу да очень болючий но мы понимаем насколько он полезный как ты думаешь вот такая допустим точка зрения может быть иметь место быть конечно батюшка я думаю вы обозначили сейчас только одну грань несомненно верную там еще много чего да я недавно прочитал где-то что в результате коронавируса муж женой остались дома и начали знакомиться друг с другом в результате чего жена убила своего мужа это так но ведь действительно вот как отец владислав береговой недавно сказал в эфире что для наших детей может быть время этого коронавируса будет самым счастливым периодом в жизни потому что они побыли со своими родителями впервые вот может быть за долгое время вообще ниоткуда без добра как на руси говорят и апостол павел же описал что любящим бога все содействует ко благу представляете все то есть получается даже страдания даже скорби вообще все если это правильно обратить как бы да в нужную сторону вообще человек он так устроен что источник зла в нем он может добро обратить для себя в зло и зло обратить в добро можем видеть историю этих евреев из библии да когда бог их ввел землю обетованную которая текла молоком и медом они там что развратились забыли бога он разрушает иерусалим разрушает храм они попадают в плен и очнулись и поняли что от них хотели и вернулись к богу у них потом было много грехов но идолопоклонства уже не было никогда вот тут есть глубокая психологическая правда мы все так устроены вот как еще на руси говорят у нас мужик не перекрестится пока гром не грянет да да даже нас а насчет положительных моментов действительно сколько всего бог остановил нас в этом сумасшедшем беге нашим уже современный человек это какое-то животное которое бежит 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 потом бах упал умер ну по сути и мы как табун какой-то бежим 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 куда-то нам кажется что к это это что это и есть жизнь мы находимся в иллюзии жизни а на самом деле движемся к смерти и вот бог останавливает нас так когда человек сам не может остановиться бог останавливает и говорит фу стой посиди на карантине как это публикация была в фаме карантин с евангелием карантин с телевизором или стиль или с евангелием тоже большой вопрос и вот бог нас великим постом посадил по кельям как монаха сказал читай евангелие кайся в грехах как-то евреи говорят кайся в грехах за день до смерти мудрость никто не знает когда день смерти а вдруг завтра на кайся за день до спешки то есть сегодня вот мудрый господь и я чувствую его руку в этом я чувствую ну да тут конечно есть для некоторых таких или неверующих людей или маловерных они могут сказать ну вот ваш бог какого жестока но то же самое время на всякое бедствие но очищает и фильтрует вообще немножко дополняет твои слова я сейчас поймал все на мысли что мы живем завтра а когда приходит завтра глядывайся что мы не жили сегодня то есть вот это за что ты будешь делать четверг если умрешь в среду да 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 вот это вот завтра это у меня я сам такой я вот сегодня уже кучу мне всего я начинаю уже планировать на завтра приходит завтра и уже начинаю планировать послезавтра то есть это постоянно расписанная по часу а то еще меньше но вот смотри вот такая тоже мысль пришла я очень люблю акафи слава богу за все потому что зачастую мы очень редко благодарим кто наш смотрит сейчас эфир мои дорогие братья и сестры я вас призываю особенно сейчас читайте акафи слава богу благодарите господь за то что у вас есть даже если есть немощь и за них благодарите потому что в том же самом акафисте слава богу за все есть две замечательные строчки которые мне очень вас сначала удивили а потом очень вразумели первая строчка благодарю тебя за скорби господи благодаря которым я становлюсь был не равнодушным скорбями других потом потому что пока ты не ощутил ты не можешь понять а почему у него нога болит так чем бы там лицом корчится а когда ты сам ударился ты понял а вот это больно и второй момент строчка она грит что благодарите господи за скорби которыми ты меня отврезляешь от угара страстей то есть не просто от греха греха это раз а страсть это система это многократно повторяющиеся грех то есть это уже как корень поэтому вот может быть все здесь господь нас начинает врачевать вот эти корни вытаскивать из нас и вот еще один такой интересный момент если про все аналоги вот как ты думаешь я сейчас выскажусь а ты вот рассудим вот допустим человек как алмаз мы находим он не особо красивый и допустим что алмаз живой примеру чтобы он стал бриллиантом его нужно гранить от граните да отполировать и тогда он получает свою изумительную красоту может быть все таки господь вот этими скорбями которые в ветхом завете ведь мы слышим такое выражение такое наименование господи долго терпеливый он много терпит прощает неверено не как мы раз у нас ударили второй раз и мы все готовы мстить он тысячу раз ждет что мы его своими грехами побиваем но тем не менее он начинает нас аккуратненько но гранитить шлифовать чтобы получался из нас алмаз благодаря вот этим порою попущениям ну допустим если алмаз живой ему больно больно так и человеку параллельно можно провести также больно на фоне каких-то жизненных тяжелых обстоятельств но самое удивительное мы же потом понимаем зачем почему так господь управил почему тот человек придал а почему этот не поддержал и вот эти вот грани с которые господь нас кору короны наши снимает делает из нас алмазы тире святых ну скажи может я что-то намудровал может быть да мне очень понравился этот образ человек как алмаз я себе мысленно представил другой библейский образ где бог уподобляет израиль винограднику сам он господь получается некий садовник но вот святитель тихон задонский развивает эту мысль в своей замечательной книжке в своей замечательной книжке самый главный его труд как же он сокровище духовное от мира собираемое да вот и он говорит что бог действует как садовник он обрезает лишнее с нас больно как же как как растению больно наверное когда нужно что-то срезают но действительно бог таким образом удаляет лишнее вообще тот же отец тот же алексей ильич осипов часто своих лекциях говорит что есть фундаментальные законы бытия духовные законы в частности он говорит о том что есть такой закон всякое повреждение естества причиняет боль порезались мы мы повредили естество нам больно и всякое лечение этого повреждения тоже сопряжено с болью чем более радикальное повреждение тем более радикальная боль связанная с лечением до одно дело когда мы зеленкой замазали палец нам больно но мы понимаем что это нужно чтоб он выздоровел но другое дело когда не дай бог человек с раком приходит больницы но говорят нужно оперировать да то есть насколько повреждение настолько и боль связанная с лечением этого повреждения, а мы кошмарно больны, мы кошмарно больны. И вот лечение этого повреждения нашего, оно тоже сопряжено с болью. Максимальную боль человеческого рода взял на себя Христос, он наш искупитель и спаситель, он пострадал за нас, но он выполнил объективную сторону спасения, а мы выполняем субъективную сторону спасения, которая тоже должна выражаться в участии в некотором болезненном лечении нашей природы и нашей воли. Ну вот здесь смотри, я вот еще сейчас в мысли пришла, пока слушал твое мудрое слово. Здесь еще кое-что проявилось во всей этой ситуации, сугубо даже глобально. Проявился или маловерие, страх, ограниченный на грани животного. Да, вот как же там, я недавно зарисовку смотрел, что, ну ладно, не буду выражаться, с поносом, апокалипсис, стерый поносом. Ну вот когда закупают эту летнюю бумагу, там, ладно, опустим это, я почему это, проявляется именно качество человека, который верующий, он более тверд и спокойный. Да, он осторожен, да, он прибегает к гигиене, но он животное не прячется, не закрывается. А порою дальше даже он готов потрудиться в добродетели, помочь ближнему. Ведь Господь сам призывает друг друга тяготы носить, и в том исполните закон Христова. И в другом месте Евангелия Господь говорит, возьмите бремя на себя, потому что оно тяжелое, но влага. Потому что я и скроток и смирений, научитесь от меня. А Господь показывает, какой идеал терпения и прощения. Не просто Он пришел, Он претерпел все, что максимум мог, и унижение, и все. И здесь, когда происходят литургии, мы говорим, святая святыня. То есть Господь телом, которое мы поднимаем, говорит, вот это святыня, агнец. Но за нашей спиной святые. А святыми не остановятся именно в том числе через порой скорби. Кто-то отказывается, кто-то нет. Вот взять хотя бы Содома Говору, да? Троица пришла и говорит, идите в горы, спасайтесь. Оставьте все, не думайте об этом. Да, я понимаю, что человек привязан к некоторым материальным благам. Это безысходность, он сам тоже материальный в какой-то мере. Но в нем есть и душа Божия, которая нематериальна по большому счету. Но жена не выдержала. Она более тяготела и к земному. И что произошло? Соляной столб. Вот мы зачастую, к сожалению, неадекватно, неблагоразумно, думая о духовной жизни, мы остаемся соляными столбами. И там уже нет момента врачевания. Там только, ну что, или оставить как есть, или убрать с дороги, чтобы не мешало. Так, что у нас? 25 минут. Давай, может быть, ты что-то хоть сказать, а потом начнем по чуть-чуть на вопрос отвечать. Да, я вот хотел сказать, что нам, как христианам, пора уже собраться немножко, прийти в себя и вести себя, как христиане. Потому что мы уже изрядно опозорились, честно говоря, за это первое время пришествия коронавируса. Впали в истерию, и там начались споры какие-то. Боже мой, я никогда не думал, что христиане всерьез начнут спорить, можно ли заразиться от причащения. Или там во время причащения. Даже в голову не приходило, что богословы будут там спорить. Можно ли со Христом соединиться? Можно. А заразиться? Да какая разница? Есть Бог, который сказал, волос не упадет с головы вашей, без воли отца вашего. В общем, надо вспомнить вообще опыт христиан во время эпидемии, во время той же чумы, холеры. Что они делали? Ходили к больным, помогали. То есть, время делать добро, время быть христианами. Эта ситуация как раз показывает нас, кто мы есть. А мы тут начали в храм не идти. И верили, куда? Да-да, идти в храм не идти, боюсь не боюсь, заразишься не заразишься, протирать ложечку не протирать. В общем, грустно все это как-то. Надо, мне кажется, как-то собраться и так сказать, мы же христиане, давайте вперед по-христиански. Безусловно, ты прав, конечно. Тут видишь, какой момент. От причастия заразиться нельзя. Но в любом случае, надо, конечно, иметь и благоразумие, что тело Христа освящает, а лжица-то не святая, потир-то не святой. Тело свято и кровь Господа. Ну, потир же и ложечка омываются кровью Христовой? Как сосуд? Ну, скажем про ложечку. Мы, меряне, из потира не можем пить. А вот ложечка, она же все время погружается в кровь Христовой, омывается кровью. Ну, вот, не знаю, мне кажется, мы должны иметь веру в то, что кровь, ложечка, омоченная в кровь, она становится, ну, как бы, ну, передача... Знаете, я вспоминаю такой случай, когда, где-то я читал, сейчас не вспомню, прости, когда по маловерию одного священника целый потир стал кровью и телом. То есть, вот, именно, ну, это, да, это не единичный случай. И потом много архиереев съезжалось, там, по-моему, три архиерея съезжалось, духовенство, молились, у Господь все это притворил обратно, в такой физический момент просфоры и вина. То есть, именно внешне то, на чем готовится тело и кровь. Мы же это духовно принимаем, это тело и кровь, материя-то остается, слава Богу, это по-нашему неверию, оно притворяется в кровь и мясом. Но нужно еще, мы упускаем важный момент. Мало кто знает, естественно, мы на когорь служим. А когор, зачастую, который должен использоваться к причастию, в нем, как минимум, зачастую, от 13, в идеале, 16 градусов содержания спирта. 16 градусов, это уже для маловерных, вот я говорю в большей степени, кто вот, ну, слабо, вот, принимает, что тело и кровь, как минимум 16 градусов, это уже дезинфицирующий элемент. А в духовном плане, тут вообще даже не сомневаться, не приходится. Ну, вот именно для маловерующих, боящихся, поэтому наш Исенот вот эти рекомендации дал. Не для верующих, для верующего не страшно. Он тверд в любви ко Господу. А вот для маловерующих мы уже идем навстречу, чтобы они не опасались. Поэтому нужно, конечно, то есть вот такая вот экономия, да? Экономия, сугубая любовь. Ну да. Да вообще главное, что мы причащаемся. Ой, посмотреть на эту бедную Европу, все позакрывали вообще. Ужас, да. Вот тут уже хоть как бы, но причащаться, дай Бог святейшему патриарху и владыке Илариону и членам нашего синода все-таки договориться с властью как-то. Уже там протирай, не протирай, ну, чтобы причащались люди. Опять-таки все эти рекомендации приняты как определенная все-таки альтернатива, чтобы Минздравы, скажем так, что мы готовы принять ваши какие-то условия, дабы сохранить все богослужа и мир. Вот. Ну что, мой дорогой? Вроде мы понемножечку осветили самое главное. Так, куда-то пропал. То ли у меня связь хуже стала, то ли у Сергия. Напишите, пожалуйста. А, вот, все, вернусь, вернусь. Вернулась, да. Да, правда, я в конечном начале. Так, ну что, мы к вопросам перейдем. Да, да, давай. Вроде бы основное осветили самое главное. Я предлагаю на самый верх и, наверное, по очереди. Шалом, брат. У нас первин, прошу, мол, ты меня открыт. Я думаю, это вполне благоразумно. Мы сугубо сейчас всем увеличим свои свои. Так, здравствуйте, батюшка, здравствуйте. Пишите вопросы. Кстати, у меня вот здесь еще были вопросы. Вот. Можно ли, можно ли, можно ли, с уистичек, я бы дома и к нам. Ну, частные молитвы и политические можно. В общей церковице нельзя. Потому что, опять-таки, на этике. Сергей, можно? Давай, я тебе крепко кричу, чтобы было сам. Сейчас, на секунду пока отключу, и сразу. Давайте, да. Так, что-что-что-что скрыть, прикрепить комментарий, что-то я не получаю. А, вот, удалить. Сейчас еще раз добавим, чтобы фона не было. Сергей, принимай запрос. Я тебе отправил. Давай, да, сейчас переключимся, перезаключимся, чтобы не было фона. Сейчас, сейчас я послал вопрос, сейчас ожидание подсоединения. Антон, а сейчас как? Сейчас лучше. Вот, Владислав пишет, что у нас с ним тоже фонит. Нет, батюшка, у меня теперь наушники. Да. Гарнитура. У меня хорошо слышно и не фонит. Меня как? Хорошо слышно? Да, прекрасно слышно. Все, замечательно. Так, попробую еще раз свернуть этот вопрос. Да, кстати, батюшка, вот спрашивали насчет молитвы за самоубийцей. Хотел напомнить, что есть же молитва Льва Оптинского за самоубийцей, лейной. Она утверждена была священным синодом. Еще я его сейчас быстро нашел. Взащи, Господи, погибшую душу раба твоего такого-то. Аще возможно есть помилуй, неисследи мы судьбы твои, не постави мне в грех молитвы сей моей. Но будет святая воля твоя. Льва Оптинского замечательная. Я тебе честно скажу, я не знал. Да, да, вот есть такая тема. Молитвы подобного Льва Оптинского для келейного чтения. Я знаю, что есть на сакафис о суроводниках именно самоубийцей, это я знаю. Нужно сразу давай немножко ответим на этот вопрос. Если в чем-то там некорректен, ты подправь меня. Я всегда рад, когда есть ли это нормальная критика. Я нормально отношусь к критике. Значит, у нас нужно учитывать, дорогие братья и сестры. Если это психический человек больной был, то можно его даже отпеть и потом общей молитвой молиться за него. Во всех остальных случаях то, как и лейно, и то очень аккуратно, потому что могут быть духовные опасности. Ну, к примеру, вы не исповедитесь, не причащаетесь, а решили за такого человека помолиться. Могут быть разные искушения. И сами в уныние вы можете впасть. Поэтому нужно все-таки посоветоваться с батюшкой, в какой храм вы ходите, чтобы он уже знал, что вот, может быть, вы начнете сейчас молиться, и хотя бы он как-то вот интересовался, как вы или вы с ним советовались. Поэтому, понятно, ваша потребность, сосредники или близкие человека потрудиться молитвенно, мы должны быть, безусловно, очень аккуратны в этом труде. Вот. Далее. Сейчас я наверх все пролистаю. Быстренько, быстренько, быстренько. Вот, дошел. И теперь ведем вниз, 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 вниз. Так. Еще, еще. Пока не вижу, пока не вижу. Вот. Хотели вы, чтобы в России снова была монархия? Как ты скажешь? Мне кажется, это уже 20 лет она. Ну, смотрите, до монархии должен дорасти народ. Потому что монархия – это некое выражение воли народа и сознания народа, и состояния народа. Я думаю, о православном народе России пока говорить не приходится. О всеправославном, о церковном. Мы на пути к этому, может быть, если не на пути назад. Ну, по крайней мере, этого точно пока нет. Процент воцерковленных православных людей катастрофически мал. Там 1, 2, 3 процента. Поэтому о православном монархе просто говорить не приходится. Монарх кого он будет? Это будет голова без тела. Поэтому, я думаю, надо с другого конца заходить и задавать вопрос, когда будет у нас православный, оцерковленный народ. Да, согласен с тобой. Вот смотри, сейчас вопрос следующий будет. Но, прежде чем я его прочитаю, тоже такая мысль пришла. Вот смотри, в Европе многие каждое воскресенье посещали костел. К примеру. Да? И смотри, сегодня в Европе все костелы закрыты. Это или сугубо послушание государству, или вот такая вера. Тоже интересный такой момент, да? Потому что у нас вот не закрыты. Хотя мы законопослушны в какой-то мере. Ну, может, не идеал, может, мы более легкомысленно относимся. Пока еще у нас тысячи не стали умирать. Но, тем не менее. Католический кардинал и православный митрополит – это синометичные должности. Ну, кардинал – это епископ. Митрополит – это тоже епископ. Просто что есть и митрополит, и архиепископ, и епископ. По большому счету, как бы, относительно равнозначные вещи. Просто у них своя наименование. Именно звание, скажем так. У нас своя. Поэтому, я думаю, с этим просто. Русский патриарх – глава только Русской Православной Церкви? Ну, если хочешь, можешь ответить. Если трудно, я отвечу. Да, безусловно. Русский патриарх – это глава Русской Православной Церкви, которая, в свою очередь, содержит Украинскую Православную Церковь. Например, Японскую. Она там хоть автономная, но все равно мы им там ставим архиерея. И так далее. Русская Церковь, она очень большая, имеет сложную структуру. Есть там независимая церковь с правами широкой автономии, как украинская. Есть автономные, есть экзархаты. Но я бы хотел просто оговорить тут один момент. Что значит глава? Глава церкви, любой поместной церкви, вообще Вселенской Церкви – это Христос. Патриарх – это первый среди равных. Он такой же епископ, как все, просто наделен административными функциями, которые его ставят, условно говоря, выше других. Но он не папа. Да, патриарх – это не папа. Вот с единственной такой оговоркой. Панамарий и Дьякон – это одно и то же. Ну ты пока Панамарь расскажи. Дьякон – это то же самое или нет? Нет, нет. Дьякон – это низшая степень священнослужителя, а Панамарь – это церковнослужитель. Вот. Дьякон – это уже навсегда. А Панамарь – не обязательно навсегда. Был в Почаеве, кстати, смешной случай, когда владыка перепутал молитвы, представьте себе, и посвятил чтеца не в подьяконы, а в дьяконы. Ну, чтобы наши слушатели понимали, в чем катастрофа. И подьякон – это ни к чему не обязывает. Это архиерейский панамарь, грубо говоря. Да, он просто прислуживает архиерею, он может жениться, не жениться, уйти там, потом и так далее. А дьякон, если его рукоположили неженатым, он уже не может жениться. Получилось, что парень был неженат. Это была катастрофа, я не знаю, как там решали это все, перерукополагали там или что. Так что, да. А вас экстренно женили, венчали. Наверное, да, тут же, да. Или в монахе сразу, автоматически. Расскажите про обед безбрачия в православии, кто его принимает? Ну, давайте в двух словах, потому что время у нас, я думаю, много вопросов будет. В общем, безбрачие только для монахов. Они черные духовенцы, белые – это женатые. Есть и в двух словах. Целебатства у нас уже практически нет как такового. Целебат – это был вот именно как у католиков. Он не женат, но и не монах. Хотя иногда, честно говоря, целебатство – очень такой удобный момент в каком плане. Поскольку ты хочешь всецело посвятить служение Богу своему, а тебе нужно подумать и о семье. У тебя это в какой-то мере по долгу ответственности перед семьей забирает время. Но в то же самое время в монастыре ты монастырьскими делами так загружаешься, что не можешь деятельностью заниматься. Поэтому тут вот для некоторых, может быть, я вот частное мое мнение, и дал бы целебатство. Ну, там уже в святейшем увене. Так, дальше. В Китае после первых полтора месяца изоляции увеличилось количество подаваемых заявлений на размор. Ну вот, видите, начали уже выобщаться. Упруги познакомились, да. Да. Может ли коронавирус быть первым всадником апокалипсиса из откровения чумой? Не знаю, я за Бога не могу ответить. Это, наверное, больше Господу всадносимое. Оно или не оно. Если можно, я дополню. Вообще, по традиционному толкованию древних святых отцов, таких, как, например, Андрей Кисарийский, первый бледный всадник – это Христос. Христос, который сидит на белом коне – это его апостолы. Так что чума – это, по крайней мере, не единственное толкование. Есть и другие толкования. Здравствуйте. Вы сейчас очень важные моменты говорите. Я тоже очень люблю этот Акапис. Многое не знаю, и меня дезинформировала одна подписка. Честно, сказала, что время Великого Поста нельзя читать. Давайте немножко ремарочку сделаем. Акапис – это домашняя молитва. Вы можете его читать спокойно. Единственное, что в воскресенье мы сейчас Великим Постом читаем Акапис к Трастям Христовым. Так называемый пассейн. Поэтому я не вижу проблем. Вы можете посоветовать с твоим батюшкой, где вы в храм ходите. Если он благословит, вообще без смущения, по послушанию можете читать. Я старался читать его каждое воскресенье, а вот уже как весь пост не читаю. Не знаю. Я в молитве греха не вижу. Поэтому в чем проблема, тут не вижу. Так. К чему Иисус сказал? Всякий взявший меч от меча и погибнет. Это запрет на любую войну, даже на оборонительную? Сергий, ну давай, попробуй ты, а сейчас следующий вопрос пока. Здесь скорее один из духовных законов, опять же, фундаментальных законов духовной жизни, вообще нашего бытия. Насилие встретит насилие. Христос не говорил апостолам убрать мечи. Я напомню вам, что апостолы носили мечи. И в Гефсимании Петр вытащил меч. А Христос сказал, убери меч в ножны, но не сказал выбросить меч. А перед этим, когда они выходили из Сионской горницы, Петр сказал, у нас два ножа, этого хватит. И Христос сказал, оставьте теперь, пойдем. Апостол Павел в 13 главе послания к римлянам пишет, начальник не напрасно носит меч. То есть мужчина, он должен быть вооружен. Это норма древнего мира. И христианство не говорит, христианство это не пацифизм. Оно не говорит, что оружие не может понадобиться. Вот другое дело для чего? Обычно церковь наша говорит, что благословить на войну может церковь только тогда, когда нападает враг. Для оборонительной войны, когда нужно положить свою жизнь за други своя. Вот в этом случае меч может понадобиться. Следующий вопрос многогранен, может быть, ответ. Ну, я в двух плоскостях отвечу. Как священник проводит свои будни? С духовной стороны службы, требы и духовная деятельность. Если это такой активный священник, если не активный, пришел, послужил и ушел. А вторая – это человеческая грань. Это отец, это муж, это хозяин дома, это… Ну, завтра, послезавтра я вам покажу пост о буднях священника, как травишь траву и тому подобное, чтобы потом ее не косить постоянно. То есть это вот две грани. Духовное послушание Богу в сане и человеческое, потому что никто тебя не освобождал от твоих обязанностей. Ну, в двух словах. Так, нужно ли православию и католичеству объединяться? Что это такое интересное? Буду попробовать ответить. Сейчас мы с батюшкой решим все вопросы. Сейчас объединим, разъединим. Я думаю, тут вопрос элементарный, поскольку католическая… Вернее, ответ элементарный. Поскольку католическая церковь, она откололась на фоне правогласления папы грешным и тому подобное, я думаю, что если католичество скажет, что мы признаем какие-то догматические, канонические вопросы, и мы хотим стать единой церковью, и наличные их покаяния, по сути, тут вопроса нет. Чтобы вы понимали, дорогие братья и сестры, которые смотрят этот эфир. Если в католичестве человек крестится, то в православии его потом не перекрещивают. И вот через чтение символы веры, чтение присоединения, он становится православным. Почему? Потому что мы признаем их таинство крещения. Так же и со священником. Мы Варзанову его не рукополагаем. То есть о чём это значит? У нас очень много духовного одинакового, но есть определённые канонические разногласия, которые появились на фоне вот такой откола, от нежелания каких-то единых вещей со стороны католической церкви. Ну, тут большая тема. Тут целый эфир можно посвятить. Филиокви и тому подобное. Поэтому есть и в двух словах. Ну, а одним словом, объединение нам пока не нужно. Католики уже начинают испытывать определённый дефицит в духовном авторитете. Почему и начинается всё больше и больше. Ну, это моё мнение. Может быть, Сергий дополнит? Вы знаете, я был в Риме, не пугайтесь, на Новый год. Вот, успел. И впервые столкнулся с... Я признаюсь, я целовал? Так все говорят, кстати. Не целовал, даже не видел его. Вот, но я впервые столкнулся с нормальным католицизмом. Я до этого знал вот только по украинской версии УГКЦ, да, униаты. Вот, и, конечно, я признаюсь вам, что я ощутил, что, ну, это христиане. Они другие, во многом другие. Но это, безусловно, христиане. Это древняя апостольская традиция. Конечно, мы никогда не примем их догматические искажения. Но они никогда не примут и нашу позицию. То есть, мы прекрасно себя чувствуем без них, они себя прекрасно чувствуют без нас. У меня сложилось такое впечатление. И там Бог рассудит. Вот, но то, что они молятся, то, что они любят храм, причащаются, любят святыни, и святынь огромное количество, это 100%. Вот такие были впечатления, да. Сейчас я на секундочку отключу, у меня тут рядышком компьютер. Вот вопрос задает у нас человек. Ну, тут был сначала комплимент, что хорошо ты рассуждаешь, очень приятно, чтобы уже не сказали, что я не читаю все комментарии. Поэтому тебе комплимент прилетал. Так, сколько у нас, 10 минут еще остается. Почему в православии нечестилище? Ну, потому что, как минимум, мы опираемся на Священное Писание, в котором Господь говорит о рае и аде и о лоне Аврамова. Но эта лона уже не нужна, потому что сейчас святые люди или святую жизнь, живущие люди, пока еще не стали святыми, они все попадают в рай. Поэтому в лоне Аврамова нет, скажем, на сегодняшний день необходимости. Поэтому нет участилища. А уже во втором пришествии Христа, давайте вспомним опять-таки Священное Писание, кто соделал благое – воскрешение живота, то есть жизни. А кто соделал зло – воскрешение суда. То есть Господь по любви своей будет судить те, которые соделали злое. То есть, может быть, даже даст им момент покаяния, как-то оправдание. Но, тем не менее, этот суд будет, опять-таки, вопреки нашему пониманию, но однозначно по любви Божией. Ты согласен, Сергей, или может что-то дополнить? Да, единственное, что дополню, есть место в первом послании Коринфянам «Спасется как бы из огня». Помните там? И действительно, некоторые восточные отцы древние высказывали идеи, очень похожие на чистилище, что спастись как бы из огня – это после какой-то продолжительной муки. Что-то там есть. Василия Великого может такое найти. Но в чем глобальное отличие этого мнения святых отцов от позиции католиков. У католиков в чистилище попадают те люди, которые при жизни покаялись в грехах, но не принесли удовлетворение, то есть не успели отработать грехи. И вот, конечно, эта позиция уже человеческая выдумка. Мы не можем найти основания ни в Писании, ни в предании. Поэтому идею чистилища в таком виде мы не можем никак принять. И не можем догматизировать эти варианты толкования таинственного места из послания апостола Петра. Да. Во время исповеди целуем Евангелие и крест. Вот тут опасность заражения может быть. Давайте так. Если вас смущает, то скажите, батюшка, благословите, чтобы я не целовала в плане безопасности. Если батюшка не сиди, я сам открою, вопросов нет. Он пойдет на встречу. Если какой-то ортодокс, то как послушание. Приложитесь, но имейте в виду, что батюшка впадает иногда в крайности. А я скажу, как я делаю. Я взял влажную салфеточку и вытираю практически после каждого человека. Или после двух-трех. Чтобы меньше людей смущенило именно для тех, которые сомневаются или побаиваются. То есть для их спокойствия душевно. Вот и все. Не вижу вообще в этом проблемы. Дальше. У меня Сергий тоже всегда фонит. Ничего не помогает. Ну, что делать, отец Владислав? Мы покаемся. У нас получилось, тем не менее. Да. Ростов, ну, приветствую вас. Спасибо, Господи. Я, честно говоря, даже собирался с подписчиками организовать встречу в Ростове. Но как-то не сложилось пока. Думаю, это будет перспектива. Отец Владислав, эфир будет сегодня. Ну, наверное, ответит скоро. Добрый вечер, батюшка. Какой вопрос бабушки будет год, как она почила? Какую можно заказать панихиду, но она некрещенная? Ну, о некрещенных мы, в принципе, в церкви не молимся. Вы можете, ну, единственное, раз в году мученику Ару молятся о некрещенных. И когда мы читаем на панихиде о всех сродниках, побузе почивших. То есть без имени, но мы можем их вспомнить. А так до Макелейна вы можете их вспоминать в храм, когда сами придёте. Можете своими словами помыли, со свечку поставить. Ну, вот в этой ситуации только так, если она не крещена. Потому что, понимаете, мы молимся, чьи на последнем православной церкви. А православная церковь, она молится о крещённом имени, о святом имени. Поэтому здесь обижаться или осуждать не стоит. Я в последнее время, у кого же прочитал, сейчас я вспомню, или у Анна Крестьянкина, или у Иоанна Кроштадского, по-моему. У него была такая традиция, что и помяни Господи тех, о ком некому вознести святые свои молитвы. То есть, ну, вот это тоже могут быть и некрещённые люди, о которых не молятся. Но это уже как утешение тем, которые стоят, вот, слава Богу, батюшка помянул, хотя бы так. Ну, я не хвалюсь, а просто к тому, что вот такое место может быть в практике. Для чего нужен сертификат о крещении? Это не совсем сертификат. Это свидетельство о крещении, которое духовно потом, как вариант, когда ты захочешь поступать в семинарию, это документ о том, что ты православный христианин. Ну, хотя бы так просто. А в некоторые места, допустим, святые, нужен этот документ, что ты там не атеист, не безбожник, а ты вот православный христианин. Это бумажка, по большому счёту. Так, здравствуйте, считаю, что нужно соблюдать здравый смысл сейчас, да. Можно ли креститься второй раз? Ну, давай тебе дам возможность сказать, а то я говорю, говорю, давай ты отвечай. Два раза можно креститься? Ну, мысль невозможности крещения второй раз излагает апостол Павел в послании к евреям. И он там очень жёстко говорит об этом. Понимаете, креститься второй раз – это значит заставить Христа распинаться дважды. Вот там такая мысль апостола Павла. Он умер за нас, за наши грехи один раз. И этого достаточно. И для того, чтобы изгладить какие-то грехи, которые волей-неволей у нас появляются, есть покаяние, которое называют вторым крещением. Таинство покаяния. А креститься второй раз в принципе невозможно, потому что мы крестимся в смерть Христову. И восстаём из этой купели водной, да, крещальной, в воскресенье со Христом для новой жизни. Христос умер один раз. Он не может два раза умирать. Поэтому крещение – это таинство, которое повторяться не может. Одно слово только добавили. Все мы, дорогие православные христиане, знаем молитву всем во веру. Всем во веру мы исповедуем едино крещение восставления грехов. Чаевоскресенье мертвы и живущего века. Всё. Два раза мы не крестимся. Лукавство не проявляем. Зачастую это связано, а изменится ли моя судьба, если я заново покречусь. Не судьба меняется из-за крещения. А в большей степени о изменении своей жизни, как Господу. Так, дальше. Паниковать нельзя, но читая о трудах врачей на передовой, в Ухане, Италии, хочется всё сделать, чтобы уберечь наших врачей заранее. Ну, естественно, поберечь их нужно. Так, это послушание государства, уменьшую процент посещения. Добрый вечер, добрый вечер. Так. Чего-чего-то? Когда-то кардиналами были даже дьяконы. Честно говоря, не могу ничего сказать. Я не помню такого. Может быть. По-моему, и сейчас у них кардинал может быть дьяконом. Да, у них немножко другая традиция. Я, честно говоря, сильно католиками никогда не интересовался. Я пытаюсь своём утвердиться для начала. Так. Дальше. Дальше. Здравствуйте. Космей Сергеев, великая княгиня Елизавета Романова. И что? Не знаю, что вы хотите. На продолжение следует. Наверное. Так, сколько у нас? У нас минуты три остаётся. Так. Чина, чтеца. Та-да-та. Так, давайте дальше, чтобы вопросы такие были. А почему крестных ходов вокруг городов нет? В некоторых есть, в Армавире, в Краснодаре у нас было. Это всё-таки от архиерея и настоятеля благочинного зависит. Я вот собираюсь, допустим, в инициативу подать благочинному, чтобы мы с крестных ходом хотя бы вокруг станицы проехались. Это, по сути, понимаете, это не должно от обязательного исходить. Святейший благослови, все сразу пошли. Я думаю, это всё-таки инициатива должно исходить от сердца, от желания, а не от палочки. Так, вот, продолжение есть. Была канонизирована русско-православная церковь, ну, о книге не говорится, в 1081-е православная церковь, церковь в 92-м году, и чем разница? Да ничем, канонизировали, и всё, святая, молитесь, чего мудровать? Я, честно говоря, не вижу тут. Давай, наверное, всё-таки дальше, потому что... А если в лютеранской церкви? Лютеранской – это уже из области протестантизма, и уже из неё мы уже крестим. Это вот о крещении. Правильно? Или я ошибаюсь? С Елизаветой только было исключение. Её приняли то ли через миропомазание, то ли через покаяние. Её не перекрещивали. Это было как исключение для царственной особы. Да. Так, а почему нельзя пока общую исповедь? А почему нельзя пока общую исповедь? Почему? Можно. Я вот сегодня общую исповедь делал. Не вижу вопроса. Можно пока и общую исповедь? Просто вы всё равно индивидуально потом подходите к священнику на разрешительную молитву. Хотите вы или нет? Так. Целовала, приложилась, лбом, нагрешила. Это символизм. Целование – это благоговение. Приложитесь лбом, приложитесь рукой. Главное, чтобы это не лицемерно было. А от сердца. Это символизм. Так. Ангела-хранителя, Лев, Оптинский, молитва. Можно молиться о некрещеных. Молиться-то можно. Главное, чтобы искушений не было. Так. Соблазняйся относительно своего духовного отца. Что делать? Ну, вот ты ответь. Прошу. Я же не могу сам, допустим, от себя сказать. Вот здесь я духовный отец. Вот как ты ответишь? Соблазняйся относительно своего духовного отца. Что делать? Что ты посоветишь? Ну, вообще-то не раз об этом наш священный сенот говорил. Как на сегодняшний день форма отношений с духовным отцом – это форма совета. То есть надо избавиться от этих монастырских, средневековых каких-то идей. Старец, послушник. Этого нет сейчас у нас. И старцев таких нет. И мы еще, те еще, послушники такие. Вот. Нет ни Дорофеев, нет ни Досифеев. Поэтому отношения с духовным отцом в форме совета. Но если вам что-то там смущает, соблазняет, ну, пойдите к другому. Вот и все. Да. Поддерживаю. Так. У нас минуты полторы максимум, думаю, есть. Так. К чему может сниться сон о мифических богах? К тому, что надо к Троице Святой, неосущий, не раздельный отцу и сынастому Духу больше молиться, обращаться и благодарить. И не есть на ночь. Может быть. Что делать, если мне крестили именем не христианским, а нет святой даже такой? Есть чинаречение имени? Пожалуйста. А ну, коротенький. К любому батюшке он читает от чинаречения, и все. Вопрос отпадает. Большое спасибо вам всем, батюшка, за службу, за эфир, во славу Божию. Так. Если человек слышит голоса, они ругаются и оскорбляют, что это за болезнь. Может в какой-то мере и одержимость быть бесноватая. Может быть повреждение мозга психологическое, какое-то нарушение, неврология в том числе. Но надо исключать по мере необходимости. Испать причастие, пропить что-то успокаивающее. То есть, может быть, на фоне накопившейся усталости. Поэтому тут однозначно ответить не знаю, как вам. Сергей, может, что-то ты добавишь. У тебя голоса есть? Нет, мне только когда начальник звонит, у меня голоса начинаются. Психоз? Да, да, да. Так что я присоединяюсь ко всему сказку. Да, Пасха остается. Так, перед Пасхой остается, не причастившись. Как бы сейчас не разрешают выходить, и перед Пасхой остается. До Пасхи еще надо дожить, друзья мои, еще несколько недель подождите. Посмотрим, что дальше будет. Так, я думаю, сейчас уже отчет пойдет. Давай мы, чтобы без пешки, нормально, уже попрощаемся. А то 30 секунд сейчас пойдет. Мои дорогие, тут, в принципе, не так много вопросов осталось. Давайте, мы уже будем прощаться, потому что 30 секунд сейчас пойдет, и мы будем лететь. Дорогой Сергей, я очень рад, что ты согласился на эфир. Было очень продуктивно, приятно, грамотно. Я тебя очень благодарю, что ты нашел время в своем заточении пообщаться. Мне очень понравился эфир, спокойный, рассудительный. Спасибо, Господи. Тебе благодарю и твоих подписчиков, которые тоже были на этом эфире. Тебе слово. Спасибо, дорогой отче, и вам. Очень рад был познакомиться. Надеюсь, эфир не последний. Надеюсь, будем продолжать. Тоже благодарю подписчиков. И, надеюсь, на обмен подписчиками, да, заходите на мою страницу. Буду рад. И своих подписчиков призываю подписываться на страницу отца Константина. Она прекрасна. Да, спасибо, Господи. Взаименно, дорогой Сергей. Всех вас храни Господь, мои дорогие братья и сестры. Призываю всех немножечко больше духовно потрудиться, молитвенно, добродетельно. И помнить, что Господь, конечно, где-то может попустить. Но в том числе нужно проявлять и порой благоразумие. А если точнее, смиренно, мудрее. Храни всего Господь. Доброго вам здравия души и тела. Всего доброго, Сергей. Обнимаю. Всего доброго. С Богом. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»